Сокровище Аланского царства. В Эрмитаже масштабная выставка сокровища Аланского царства, посвященная тысячестолетию крещения Алании. Аланское царство объединяло земли Центрального Кавказа и Придкавказья в течение 12 столетий. Согласно письменным и археологическим источникам, Аланы вышли на историческую арену в первом веке нашей эры как значительная сила и сохраняли этот статус на протяжении всего средневековья. Экспозиция рассказывает о древней истории Стоп. Чуть назад. Интересная фотоэкспозиция с ножами не находители. Ножи один в один с карачаевскими. Деревянные ножны, нож утоплен в ножны, строение клинка, обвязка кожаным ремешком и подвес точно такие делают до сих пор карачаевские мастера. Кстати, в хороших магазинах ножей, карачаевские ножи стоят недешево. Кто в теме знает, тот знает тему. Кто не знает или сомневается, может проверить. Фото здесь в этой выставке, реально карачаево-балкарские ножи. Суть асаланские ножи в чистом виде. Наследие гуннов ножи с формами рукоятки и клинка, как у известного нам бычака, использовались уже во времена гуннов, Аллан Болгар Хазар, участвовавших, как известно, в этногенезе карачаево-балкарского народа. Их часто находят в местах древних поселений и могильниках на территории Карачаева-Черкесии, говорит Умар Качкаров, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии РАН. В Хасуте-Худёсе, Дууте-Учкулане, Карджурте, Тиберде, Архизе и других местах прослеживается развитие горнорудного дела уже в эпоху Средневековья. Судя по археологическим находкам, кузнечное дело одно из первых обособилось в самостоятельное ремесло. В позднем Средневековье в основе кузнечной технологии Карачаи-Балкарии была холодная ковка металла методом сыродувья, доводки его до мягкого состояния с последующей тепловой обработкой готовых изделий. Металл добывали в основном из местных руд. Это оставило след в топонимике медная балка, свинцовая балка, железистая скала. По словам историка, среди кузнецов выделялись специализации мастера по железу, тимирчи, меди, богорчи, серебру, то есть ювелиры, кемищу. Работали они в одиночку или с помощником, труд их был востребован в обществе вплоть до революции. В конце 19 века только в трех селениях Большого Карачая было 25 общественных кузнец и 15 ювелиров. Ножевой этикет Карачаева-Балкарцев. Нож был неотъемлемым атрибутом жизни горцев, неудивительно, что вокруг него сформировался определенный этикет. Многие правила обращения, дарения и использования соблюдаются до сих пор. Нарушение считается признаком невоспитанности. Например, строго запрещается даже в шутку размахивать ножом на людях. До сих пор существует поговорка бычак Сазулган Этеди, нож удлиняется. Это предостережение, можно не рассчитать свою ловкость и поранить другого человека. Подают нож только рукоятью вперед, чтобы принимающий взялся за нее. Нож носят в ножнах с правой стороны или за голенищем. Ни в коем случае нельзя класть нож на стол лезвием вверх. Дарение ножа – знак особого уважения, почета. Дарит нож только вместе с ножнами. Оставить их себе – плохая примета. Бычак оберегали от соприкосновения с горячим, огнем считалось, что от этого он может потерять свои свойства, потерять закалку. Некоторая могла бросить свой платок и остановить битву. А что касается кинжала, то у многих народов Кавказа кинжал можно было использовать и в быту тоже, то есть можно было разделать мясо животного и так далее. Но именно у карачаевцев и балкарцев кинжалам было запрещено прикасаться к продуктам питания. Для этого угорца всегда был с собой на поясе таулу бычак, который комплектовался еще и шилом. Собственно, по этой же причине у карачаевцев и балкарцев не было под кинжального ножа. Как и кинжалам было запрещено резать продукты питания, так и нож бычак было крайне запрещено использовать как холодное оружие. Ибо даже если хозяин сам нечаянно мог порезаться своим же ножом, этот нож выкидывали и больше не использовали в быту. Также я уверен, что у всех народов Кавказа есть много традиций, которые связаны с кинжалами и не указаны в книгах. Об этом всем можно узнать только если объездить все республики Кавказа и поговорить со стариками. Спасибо, друзья, за просмотр. Уважайте своих предков, чтите традиции и фундамент, которые они построили для того, чтобы мы твердо стояли на ногах. Уважайте ремесла, которые они осваивали много веков, но при этом соблюдайте закон. Будьте добрыми, ибо злость это удел слабых, а чтобы быть добрым нужна невероятная храбрость. Яшида, Анна, Айтханет.